Как мы сообщали в прошлом месяце, пять банков обанкротились в 2023-м. В этом нет ничего необычного. Есть множество признаков того, что дальше будет только хуже. Что можно сделать, чтобы защитить свои деньги? Рад, что вы спросили. Добро пожаловать на American Covered, я Крис Чаппел. Если вы были финансово сознательны последние 3-4 года, вы, наверное, заметили, что дела в американской экономике идут неважно. Как бы нас ни пытались убедить в обратном СМИ, цены на продукты питания растут, как и цены на топливо. А арендная плата более чем когда-либо прежде чертовски высока. И зарплаты растут не так быстро. Инфляция и зарплаты всегда соревнуются, как в басне про черепаху и зайца. Только на этот раз зайц прострелил черепахе колено, поймал ее в капкан и решил не спать. По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, доля американцев, испытывающих финансовые затруднения из-за задолженности по кредитным картам, вернулась к уровню 2008-го. Так что да, среднестатистическому человеку в США жить все труднее и труднее. И в довершении всего, в 2023-м 5 банков обанкротились. И есть много оснований полагать, что на них все не кончится. Если вам интересно узнать, почему, мы говорили об этом месяц назад. Я добавлю ссылку в описании. Итак, все это плохие новости для кошельков большинства людей, и из-за инфляции каждый сталкивается с увеличением расходов на продукты. Даже Джефф Безос такой. Бургеры с мясом панды стали слишком дорогими. Пожалуй, придется экономить и есть так из носорога. Но вот в чем главный вопрос. Что может сделать обычный человек, чтобы обезопасить свои активы от банкротств банков и инфляции? Что ж, не бойтесь, American Covered предложит вам несколько вариантов. Это не инвестиционная рекомендация. Вариант первый. Разделите свои активы. FDIC страхует банковские счета на сумму до 250 тысяч долларов. Даже если банк разоряется, любой счет на 250 тысяч долларов или меньше покрывается правительством. По крайней мере, на бумаге. Во всем банковском секторе США около 22 триллионов долларов. А в FDIC всего 225 миллиардов. Так что если бы все банки обанкротились разом, FDIC просто не смог бы покрыть все убытки. Но это крайне маловероятно. Если беспокоитесь о банкротстве банков, самым очевидным решением будет не держать больше 250 тысяч долларов на одном банковском счете в одном банке. А если хотите знать, как накопить более 250 тысяч долларов, я тоже. По закону вы вправе разделить активы на части стоимостью по 250 тысяч долларов и вложить одну часть в Морган Стэнли, вторую в Chase, третью в Wells Fargo и так далее. Или, если вы законченный мазохист, то в Банк оф Америка. К сожалению, этот вариант никак не поможет бороться с инфляцией, поскольку ваши деньги будут просто лежать на банковском счете, зарабатывая ничтожный процент годовых. ФРС установила целевой уровень инфляции в 2%. Это означает, что если ваш банк не начисляет вам более 2% годовых на ваши деньги, вы не экономите, а теряете их. Но что за система? Вариант 2. Используйте кредитные союзы. Кредитные союзы — это альтернатива традиционной банковской системе, и у них есть ряд преимуществ для вкладчиков. Во-первых, кредитные союзы по-прежнему регулируются законами, принятыми в рамках нового курса Рузвельта 90-летней давности. В отличие от банков, которые освободили от правил нового курса во времена администрации Клинтона и Обамы. Таким образом, кредитным союзам по закону не разрешается так рисковать деньгами вкладчиков, что автоматически делает их более устойчивыми, чем банки. Кредитные союзы похожи на людей, которые в казино иногда осторожно играют в Blackjack, в то время как крупные банки зашли так далеко, что делают ставки даже на то, будут ли самолеты летать по расписанию. Во-вторых, кредитные союзы организованы как кооперативы, а не корпорации. Когда вы вносите деньги в один из них, вы фактически становитесь членом, а не клиентом. Члены кредитных союзов являются совладельцами и, следовательно, имеют право голоса по вопросам политики союза. Примерно как держатели акций ОАО. Тем временем банки отвечают перед своими корпоративными владельцами. В-третьих, кредитные союзы — это почти исключительно некоммерческие финансовые учреждения, поэтому они гораздо больше заинтересованы в защите активов своих членов, чем в том, чтобы рисковать, пытаясь получить наибольшую прибыль для акционеров. И, наконец, поскольку члены — это совладельцы, кредитные союзы значительно реже поддаются внесудебному давлению правительства с целью лишить финансовых услуг своих членов, как это случилось с колонной дальнобойщиков в Канаде в 2022. Кто бы мог предсказать, что однажды корпоративные банки и правительства объединятся для политического подавления населения? Ах, да, Томас Джефферсон, учитывая, что он сказал это 200 лет назад, нам надо было предвидеть это. Самый большой недостаток кредитных союзов — что они часто ограничены одним штатом, так что если много путешествуете, это может быть неудобно. Однако, по мере того, как мир все больше подключается к интернету, все больше кредитных союзов заключают соглашение о создании филиалов с кредитными союзами в других штатах, так что это решенная проблема. Другой недостаток, что счета кредитных союзов сталкиваются с той же проблемой, что и банковские счета, если речь об опережении инфляции. Большинство кредитных союзов выплачивают около 2% годовых на остаток средств на счетах, так что, по крайней мере, вы будете в плюсе. Вариант 3. Использовать инвестиционные счета. С развитием интернета инвестирование стало доступно не только богатым. Существует множество бесплатных онлайн-брокерских контор, предлагающих инвестиционные счета, и завести счет можно, начав с суммы даже меньше 100 долларов. Если вы полный новичок, инвестиционное приложение SoFi настоятельно рекомендуется множеством финансовых веб-сайтов, включая Business Insider. Это простое в освоении приложение с большим выбором встроенных образовательных статей, которые помогают новичкам разобраться в финансовых темах. Все с чего-то начинают, и нет, они не спонсировали этот эпизод. Только не включайте маржинальное инвестирование или торговлю опционами. Маржинальное инвестирование ставит вас в положение, при котором вы в конечном итоге можете задолжать больше денег, чем вложили, если сделка пойдет против вас. Серьезно, не делайте этого. Это худшая инвестиция, которую вы можете сделать хуже, только купить фильм «Мадам Паутина» на лазерном диске. Торговля опционами — самый быстрый способ для начинающих инвесторов потерять все вложения. Можно буквально потерять все, что вложили за минуты. Опять же, не делайте этого. Если собираетесь просто выбросить все деньги на ветер, потратьте их на что-то, что вам понравится, например, бургер из панды. Кстати, я не финансовый консультант, это не финансовый совет. Но не делайте это, мне ведь не нужно быть врачом, чтобы говорить, что не стоит тереть глаза шлифовальной машиной. В зависимости от вашей личной готовности рисковать, вы можете контролировать каждую сделку самостоятельно или купить акции профессионально управляемого индексного фонда или биржевого фонда. Некоторые брокерские конторы даже будут управлять инвестициями за вас за небольшую комиссию. Или, что безопаснее и проще всего, вы можете купить акции, приносящие дивиденды, и регулярно получать долю прибыли компании в качестве одного из многих совладельцев, не делая вообще ничего. Вот что богатые люди делают со своими деньгами. Поскольку стоимость акций постоянно меняется, буквально секунда в секунду, фондовый рынок, как правило, держится вровень с инфляцией или даже опережает ее. Пока ваши акции растут в цене как минимум на 2% в год или имеют достаточно высокую годовую дивидендную доходность, у вас все хорошо. Пришло время сравнять счет в этой гонке и для разнообразия переместить в капкан зайца. Вариант 4. Использовать фонды денежного рынка. Фонды денежного рынка похожи на инвестиционные счета, но они управляются профессионалами и содержат только государственные краткосрочные облигации, сокращенно ГКО. Так же, как и с инвестиционным счетом, можно начать всего со 100 долларов. Процентная ставка по ним обычно выше, чем по счету в банке или кредитном союзе. И как старшему сыну, у которого умер отец, и теперь ему приходится быть хозяином дома, помогать растить своих братьев и сестер и ухаживать за фермой. Они быстро созревают. Например, на 2 января 2024-го, по данным Forbes, Банк оф Америка выплачивает своим клиентам 0,01% в год на деньги на сберегательном счете. Тем временем, на 8 марта 2024-го Министерство финансов США выплачивает минимум 4,94% годовых на деньги, вложенные в гособлигации. Кроме этого, в силу их краткосрочности, ГКО легко превратить в наличные, если вам нужно снять немного денег для быстрого использования. Фонды денежного рынка обычно превышают целевой показатель ФРС в 2%, поскольку никто не стал бы давать взаймы федеральному правительству, если бы они при этом теряли деньги. Судя по долгу, федеральному правительству, вероятно, самому не помешала бы финансовая консультация. Единственный вариант, как можно проиграть в случае с фондом денежного рынка, если Минфин США объявит дефолт по счетам, США испытает гиперинфляцию, или федеральное правительство рухнет после большого поражения в войне. Конечно, если что-то из этого произойдет, всем и так конец в финансовом плане. Поэтому в данном случае это не стоит рассматривать как риски. В финансовом плане. Для людей с постоянной тревогой наслаждайтесь новыми страхами, которые не дадут вам спать по ночам. Вариант 5. Покупать вексели и облигации. Сберегательные вексели и облигации предлагаются населению городами, штатами, Министерством финансов США, большинством крупных корпораций и иностранными правительствами. Как правило, они считаются довольно безопасной инвестицией. По ним часто платят приличные проценты, по сравнению со счетом в банке или кредитном союзе они обычно опережают инфляцию. Также они бывают разных ценовых категорий, так что вы можете приобрести их всего за 25 долларов за штуку. Однако, в отличие от ГКО, банкноты и облигации имеют сроки погашения от 2 до 30 лет, поэтому они действительно полезны только для долгосрочного финансового планирования. Самым большим недостатком является то, что, подобно банкам, организации, выпускающие облигации, также могут обанкротиться, хотя этот риск менее вероятен для крупных, хорошо управляемых имитентов. В прошлом году долговой кредитный рейтинг США был понижен всего лишь второй раз в истории страны. Облигации можно купить непосредственно у имитента, но если вас пугает довольно архаичная структура рынка облигаций, вы также можете воспользоваться удобным инвестиционным приложением, чтобы купить акции биржевых фондов или биржевые вексели, содержащие облигации, и получить дивиденды, ничего не делая. Разве капитализм не прекрасен? Вариант 6. Сырьевые товары. Большинству людей относительно легко покупать физические товары и хранить их для перепродажи или использования. Почти каждый может купить мешки с бобовыми, крупами или сахаром в местном продуктовом или онлайн. Приобрести физические драгоценные металлы, такие как медь, золото или серебро, также довольно легко. Поскольку большинство товаров находят применение в реальном мире, они, как правило, имеют ценность, даже когда орды зомби бродят по улицам в поисках плоти. Самым большим недостатком аграрно-сырьевых товаров является физическое пространство, требующееся для их размещения в вашем доме или на предприятии, особенно для безопасного хранения. Высококачественный сейф необходим, если хотите безопасно хранить золотые и серебряные слитки у себя дома, хотя большинство банков и некоторые кредитные союзы сдадут в аренду банковские ячейки по приемлемым ценам. Очевидно, такие меры безопасности применимы только к мелким товарам, таким как металлические слитки или мешки с зерном. Крупные товары, как бочки с сырой нефтью, цистерны с природным газом или живой скот, просто слишком велики, чтобы большинству людей было удобно и хранить без склада или амбара. Кроме того, и я опять же не эксперт, но, наверное, не стоит хранить скот в сейфе. Они не любят темноту и, знаете, духоту. Если вам неинтересно самим хранить физическую собственность, для многих товаров также существуют индексные биржевые фонды. Или же, если вы достаточно богаты, можно просто купить огромное пустое здание и наполнить его горами золотых монет, как скрутш-макдак. Только не пытайтесь в них плавать. Вариант 7. Покупка недвижимости. Если у вас достаточно денег, всегда можно вложиться в недвижимость. Стоимость земли меняется, но земля всегда имеет ценность. И, во всяком случае, на ней всегда можно что-то выращивать. Преимущество недвижимости в том, что она почти наверняка не обесценится полностью. Она не может обанкротиться как компания, и пока существуют юридически защищенные права собственности и люди, которым нужно где-то жить и работать, она будет сохранять хоть какую-то ценность, независимо от крепкости валюты. Тем не менее, недвижимость — это, наверное, самый дорогой вариант из всех, что мы привели, поэтому большинству это, скорее всего, не по карману. Что поделать, на сегодняшнем рынке я не могу позволить себе даже дом в монополии. Даже на самом дешевом поле. Даже заняв второе место на конкурсе красоты. Но надежда есть. Как и с облигациями и драгметаллами, есть финансовые учреждения для покупки долей в недвижимости. Они называются инвестиционными трастами в недвижимость, или райд. Да, все верно. Можно приобретать доли недвижимости, пользуясь лишь инвестиционным счетом. Но не уверен, что это работает железными дорогами. Вариант 8. Купить криптовалюту. Криптовалюты — это вообще отдельная история. Их ценность определяется исключительно спросом как у предметов роскоши, такие как вино и живопись. Но в отличие от вина и живописи, криптовалюты не существуют в физическом мире. Они чисто цифровые. Как подружка моего приятеля в колледже. Основное преимущество криптовалют в том, что их технология, блокчейн, децентрализована, поэтому всем, включая правительство, сложно взять их под контроль. Можно купить криптовалюту на бирже и прислать ее на криптокошелек. Здесь вам также пригодится финансовое приложение, и опять же, это не финансовая рекомендация. И не рекомендация по личной жизни. Вариант 9. Сидеть на деньгах. Вот и все. Просто храните наличность. Тысячи лет люди складывали деньги в коробки и банки, а затем закапывали их у себя во дворе под любимыми деревьями или на каком-нибудь далеком острове. Поскольку ваши наличные реально существуют в виде физических бумажных банкнот и металлических монет, и нипочем коллапс банков. К сожалению, хранение больших сумм наличных не приносит никаких процентов, так что это один из худших способов, как защитить свои деньги от инфляции. И пожаров, ведь наличные легко воспламеняются. Вариант 10. Быть бедным. Наконец, если у вас просто нет на счету более 250 тысяч долларов, вы не сможете потерять больше 250 тысяч долларов при банкротстве банка. Ну и кто говорил, что у бедности нет преимуществ? А вы думали, что я шучу, говоря, что я опытный инвестор. Шутки в сторону. Печальная правда в том, что в период валютного коллапса у всех гораздо больше повседневных забот, чем о том, что делать со своими теперь ничего не стоящими деньгами и как их приумножить. Потому что, в конце концов, наличные — это всего лишь цветные бумажки. Чудесно воспламеняющиеся цветные бумажки. Прежде чем мы закончим, мы юридически обязаны заявить, что ничего из того, что мы сказали в этом видео, не является инвестиционной рекомендацией. Вы должны сами решить, что хотите делать со своими деньгами. Никто из сотрудников Америка Uncovered не получал платежей от какой-либо обсуждаемой организации, и мы не рекомендуем какое-либо конкретное финансовое учреждение, биржевой инструмент или криптовалюту для инвестирования. Спасибо, американская правовая система. Мы просто пытаемся проинформировать вас, потому что сейчас каждый доллар на счету. Ведь сейчас, как никогда, арендная плата чертовски высока. Спасибо, инфляция. Еще раз, с вами был Крис Чеппел. Спасибо, что смотрите Американ Кавард. Американ Кавард